Доброе утро Доброе утро Как говорил Сюньцзи, дурные качества и поступки человека зависят от него самого, так что твоей вины в этом нет, Петя А кто такой Сюньцзи? Один мудрец, уживший в древнем Китае И теперь весь класс отвернулся от этого мальчика, никто не хочет с ним больше дружить Ой, смотрите, я получил от него сообщение Какое? Он тебе угрожает? Нет, он пишет, что совершил ошибку, ему очень жаль, что так вышло, он не хотел меня обижать, а теперь он один и с ним никто не разговаривает Как сказал Конфуций, другой китайский мудрец, когда, совершив ошибку, не исправил ее, это и называется совершить ошибку Но как ее исправить? Извиниться, разумеется И если Петя его простит... Конечно, я его прощаю, он, в общем-то, хороший парень Ой, он прислал новое сообщение Он просит прощения И пишет, что сделает это еще раз, только уже перед всем классом, чтобы никто не думал, что он такой хулиган Я напишу ему, что я его прощаю Владимир Сергеевич, вы уже несколько раз упомянули древнекитайских мудрецов А что это за древний Китай такой? Китайская цивилизация одна из древнейших в мире Ее возраст более трех с половиной тысяч лет Ничего себе! Интересно, как жили люди в то время? Вот бы нам отправиться туда, на универсальном перемещателе Что ж, я никогда не против интересных путешествий Занимайте места в аппарате Маша, чур я первый? Нет, чур я Хотя, чего это я? Ведь в аппарате профессора есть места и для меня, и для тебя Мы же не первый раз летаем Я вижу, все уже готовы Тогда полетели Провинция Шаньси, Китай Наше время Мы летим над какой-то дорогой Она ведет к большому красивому зданию на берегу реки Это мавзолей Хуан-Ди Место, где, по легенде, захоронен желтый император Но все по порядку Китайская цивилизация возникла почти пять тысяч лет назад То есть, в третьем тысячелетии до нашей эры? Ничего себе! Получается, что она в несколько раз старше Руси, которая образовалась в девятом веке И даже старше Древнего Рима Датой его основания считается 753 год до нашей эры Молодцы, ребята! Вы хорошо помните все, что узнали в наших предыдущих путешествиях Да, мы помним, что Русь основал Рюрик А Древний Рим – братья Ромул и Рем В китайской истории таким человеком стал Хуан-Ди Он считается первопредком всех китайцев В горах Кунь-Лунь в верхнем течении реки Хуанхэ Жили различные племена Хуан-Ди сумел подчинить их своей власти И основал первое китайское государство В третьем тысячелетии до нашей эры Хуан-Ди установил законы Назначил чиновников, которые должны были следить за их исполнением В его правлении была изобретена китайская письменность Придумали буквы? Нет Иероглифы Это символы, которые означают целое слово Сейчас я вам покажу Так, для этого мне нужна бумага и... Ручка, возьмите мою Спасибо, Катя Но я возьму кисть и тушь Именно этими инструментами обычно писали в Древнем Китае Так, я окунаю кисть в баночку с тушью И пишу два иероглифа Ничего не понятно Получилось два рисунка с черточками Я написал имя Хуан-Ди Первый иероглиф означает слово «желтый» Второй «император» Подождите, это же получается «желтый император» Верно С тех пор одежда желтого цвета в Китае считалась императорской Согласно легенде Именно Хуан-Ди придумал китайскую астрологию Что это такое, астрология? Я знаю, что это такое Это когда звезды каким-то там способом влияют на человека Моя бабушка каждый день сверяется с гороскопом Это прибор, что ли, какой-то? Гороскоп — это астрологическая карта По ней астролог выстраивает свои прогнозы И может посоветовать, чем следует заняться человеку в этот день А чего стоит избегать То есть гороскоп может предсказать будущее? Современная наука отрицает воздействие небесных тел на жизнь человека Но в древности к таким предсказаниям относились очень серьезно Согласно китайскому гороскопу Время имеет 12-летний цикл Каждый год соответствует зодиакальному животному Собственно, слово «зодиак» и обозначает «круг из животных» Зодиакальное животное? А-а-а! Так вот почему говорят «год тигра» или «год быка» Верно, Петя Цикл начинается с крысы Дальше идут бык, тигр, кролик, дракон, змея, лошадь, коза, обезьяна, петух, собака и кабан Потом цикл повторяется По мнению астрологов, у каждого зодиакального животного есть своя стихия Она может помочь или навредить человеку Поэтому перед тем, как принять какое-то важное решение Древние китайцы всегда сверялись с гороскопом Владимир Сергеевич, а на чем писали в Древнем Китае? На бумаге, на чем же еще? Действительно, бумага использовалась для письма еще с первого века нашей эры Цай Лун, китайский сановник, изобрел этот материал в 105 году Но до этого времени иероглифы писали на бамбуковых или деревянных дощечках На шелковых свитках А иногда наносили острым предметом на панцире черепах Или на кости крупного рогатого скота Это ж сколько надо было черепах перебить ради этого Такой материал использовался только для гаданий На панцире писали имя пролицателя, дату и тему гадания До наших дней сохранилось множество таких артефактов Помогающих исследователям лучше узнать о том времени Говорят, Хуанди предсказал день своей смерти Возможно, это было сделано благодаря гаданию на панцире черепахи Ничего себе! Значит, предсказание сбылось? Как гласит легенда Хуанди улетел в небо на большом драконе В его могиле остались лишь меч и сандалии Мавзолей Хуанди — место поклонения всех китайцев Многие правители Китая с древних времен и до наших дней Приезжали сюда отдать дань основателю китайской нации Река Хуанхэ Второе тысячелетие до нашей эры В бассейне реки Хуанхэ в 1554 году до нашей эры Сформировалось государство Шан Шан? А почему не Китай? Так эту страну стали называть намного позже В X веке Северный Китай захватили кочевники, кидани Это племя и дало название стране Помните, кто такой Марко Поло? Итальянский купец Он жил в 14 веке и много путешествовал Верно Рассказывая о своих путешествиях в Восточную Азию Он называл страну Катай Производная от кидани Другие европейские купцы, побывавшие в тех местах Говорили, что торговали с государством Чин или Чина Позднее выяснилось, что они говорили об одном и том же Дело в том, что слово Чин чаще использовалось для обозначения Южного Китая И сейчас в переводе с английского языка Китай звучит как «Чайна» А как сами китайцы называют свою страну? Джунго Это означает «центр поднебесный» Вся территория, куда распространялась власть императора, называлась поднебесной А властитель страны считался сыном неба или сыном Бога Правитель обладал так называемым небесным мандатом, подтверждающим его власть на земле Значит, в государстве Шан был император? Нет, царством правил Ван Так в Древнем Китае называли царей Династия Шан правила почти 600 лет Шанцы занимались земледелием, скотоводством и охотой Смотрите, к реке спустилась девушка На ней платье из красивого розового материала Это шелк Именно Шанцы научились его изготавливать Мы узнали в одном из наших путешествий, что шелк очень ценился в Европе Существовала даже караванная дорога из Китая в Европу, по которой его привозили Она так и называлась – Великий Шелковый Путь Шелк делают из коконов шелковичных червей Это долгий, трудный процесс Зато ткань получается тонкая и прочная Друзья мои, вы отлично все запомнили Молодцы! А там что такое? Рабочие устанавливают какие-то деревянные столбы Здесь будет стоять дворец Вана Дворец? А где же камни или кирпичи? Для стен использовалась прессованная глина в перемешку с землей Когда один слой высыхал, на него клали следующий и так же утрамбовывали Большинство строений в древнем Китае возводилось из дерева Сначала в землю вкапывали столбы Сверху их соединяли балками, на них ставили кровлю и покрывали ее черепицей Значит, стены клали уже после Правильно, Петя В древности китайцы широко применяли поточный метод строительства Что это значит? Процесс делился на короткие операции Например, одни рабочие готовили столбы Другие – балки для кровли Третьи выкапывали ямы и так далее В результате здание возводилось в рекордно короткие сроки Субтитры создавал DimaTorzok